Шейх, вот такая ситуация. Брат пишет. Я поставил жене условие. Например, не разговаривать с моим братом. Если она хоть слово скажет ему, то я ее оставлю. И она выполнила это условие. Но потом, спустя некоторое время, я сам разрешил ей хотя бы поприветствовать его при встрече. И она поступила так, как я сказал. Так считается ли это разводом из-за того, что я поменял условие? И еще один вопрос. Наподобие этого. Я поставил условие. Если она этого не выполнит, то дам развод, говоря, а она выполнила все мои условия. И сейчас она даже подтверждает это. Но потом я изменил условие, разрешив ей то, что вначале запретил. И в этом тоже она поступила так, как я хотел. Точнее, не харам сделала. Она и не смотрела с искушением. Ведь смотреть на чужих мужчин им разрешено, если это не является для них фитной. Или разговаривать по необходимости. Вот из-за того, что я изменил условие. Считается ли это разводом? Смотря как он сказал, если он говорит, я тебе развод дам, если ты сделаешь. Он обещал ему развод дать. Не дал. Не получится развод. Если он сказал, если ты это сделаешь, ты разведена. Условие поставил. Это, по мнению большинства ученых и четырех имамов, этот Аллах считается. Если она сделает то, что он ей запретил. Условие поставили. Сейчас условие я поставил. Если ты говоришь, например, из дома ты выйдешь, ты разведена. Она, это условие выполнено, не выходит. Потом я говорю, сейчас я тебе разрешаю. То, что я поставил один из условий, я хотел поменять. Могу ли я это или нет? По мнению четырех имамов нет. Ты хоть поменяешь, не поменяешь, это условие не уходит. Если она выйдет из дома, она разведена, получится. По мнению большинства ученых. Но, алхамдуллах, есть мнение имена Тайми и Рахима Аллах и тех людей, которые с ним согласны. Он говорит, если это условие он поменял перед того, что пока она не выпала, не перешла, то, что он запретил ей, это он имеет право менять, говорит имена Тайми и Рахима Аллах. По этому мнению, если он поменял условие после этого, если эта женщина тоже сделала, то, что иншаллах, их развод не портится. Аллаху а'лам. А если вот, например, вот как придерживаться мнения четырех имамов, то, что невозможно изменить это условие, и ей, например, нужно уже выходить из дома, и она выходит, и этот развод получается... Этот развод получается, в первую очередь. Вторую очередь, то, что он сказал, я дам развод, он обещал ей развод, он может не даст. Там уже на него право дать или не дать. На него право, да. Он обещал, но обычно не обязательно он делает. Может, разница есть словами. Из этого, как он сказал, что это надо учитывать, когда ты делаешь ухму, когда ты делаешь суд. Валлаху а'лам. Они думают о них, от гнева они делают, потом и она жалеет, потом и ты жалеешь, потом ты еще выхода будет искать, чтобы обратно сойти. Потом, увы, не находят дорогу, потом из этого выхода находят некоторые, как себя называют ученые, говорят, выходи замуж, завтра разведись, за мной выходи, как прокат, свою жену даешь. Все это откуда выходит? Выход и ищет. Пугай по другим способам. Каким бы другим образом, но разводом, жену пугать, это трудно. И даже если стараешься, а потом, может, перед тобой она это не сделает, без тебя она это сделает, а тебе скроет. Много там ошибок есть из этого. Лучше развод не для пугать, не за то, чтобы пугать женщин. Это чтобы проблемы решать. Не могут вместе жить муж и жена. Аллах, чтобы таким трудностям мы не жили, нам облегчил, дал развод. А не за то, что когда жена тебя не слушает, чтобы этот развод пугать. Не из-за этого. Из-за этого, братья, не спешите разводом, не спешите условия ставить разводом. Если это сделаешь, то сделаешь, потом будет искать выход из этой положения. Лучше защититься от болезни, чем лечить от болезни, в Аллаху а'алам. Лучше защититься от болезни, чем лечить от болезни, в Аллаху а'алам. Лучше защититься от болезни, в Аллаху а'алам. Лучше защититься от болезни, в Аллаху а'алам.